Презентация молитвослова для детей на гагаузском языке прошла в Камрате 5 октября. О причинах создания и содержания брошюры смотрите в сюжете. Деятельность сотрудников многогранная. Есть доктора опытные, которые занимаются фундаментальной наукой. И есть прикладная часть, которая отслеживает вопросы культурного развития нашего народа. Это искусство, это и фольклор, это и религия наша. Что нужно для современного развития народа? Это надо верить во что-то. Надо верить в Бога. У каждого человека внутри есть вера. Она может проявляться в разной степени, в разной, скажем так, ипостаси. И я рад, что наши молодые научные исследователи, они занимаются и этой темой тоже. Культурно-просветительское общественное объединение Айдынык выпустило второе издание молитвослова для детей на гагаузском языке. В ярко иллюстрированной книжке можно найти детские молитвы и объяснения к ним, а также странички, посвященные национальным праздникам. Просветителю Михаилу Чакиру и колыбельные песни. В 2012 году мы издали первое издание этой книжки «Детские молитвослова для детей» на гагаузском языке. Была такая необходимость, чтобы дети с детства начали осваивать необходимые православные молитвы на родном, на гагаузском языке. Тогда тираж составил тысячу экземпляров, очень быстро разошелся. Сейчас, спустя три года, нами было принято решение переиздать эту книжку с большим тиражом. Сейчас он вышел в две тысячи экземпляров. Издание будет передано в школы гагаузии и Украины для первоклассников, изучающих гагаузский язык. В первую очередь, ожидание того, что детям поможем понять свой родной язык, прежде всего, потому что книжка на гагаузском языке, полюбить свой родной язык, чтобы у детей был стимул разговаривать на нем, на родном языке. Если есть люди, говорящие на том или ином языке, они имеют право иметь литературу на своем родном языке. Редактор субтитров А.Семкин